Как и ко многим великим авторам, известность Койлиму Голдингу пришла далеко не сразу. Его первый роман «Повелитель мух» отвергли в 21 издательстве, но даже после публикации книга не привлекла к себе большого внимания. Сегодня ставший мировым бестселлером произведений, входит в обязательную программу многих учебных заведений и по праву считается одним из самых выдающихся романов 20 века. О повелителе мух Уильяма Голдинга нам расскажет член Союза журналистов России Татьяна Исаева. Образ острова используют в своих произведениях многие писатели. Почему? Да потому что, когда человек попадает неожиданно в другие условия, особенно на необитаемый остров, он вынужден в этих экстремальных условиях как-то выживать. И в процессе этого он проявляет всю свою суть и сущность. Но одно дело, когда это Робинзон, который выстраивать отношения должен только с самим собой, а другое дело, когда это группа людей. Вот такой сюжет и используют в своем романе лауреат Нобелевской премии Уильям Голдинг. Роман этот называется «Повелитель мух». Группа детей, подростков в основном, хотя там есть от 3 до 14 лет дети, пытаются военное время эвакуировать. Но самолет терпит крушение, и вдруг дети оказываются одни на необитаемом острове. Поначалу они решают жить как в нормальном обществе, по общепринятым законам, подчиняться лидеру, и они выбирают такого лидера. Это разумный мальчик с хорошим лицом, как пишет Голдинг, Ральф. Но через некоторое время оказывается, что на лидерство претендует еще один подросток – Джек. И вот это противоречие, собственно, и повлекло за собой все те события, очень неожиданные порой события, которые описаны в этом романе. Прочтя этот роман, мы, например, ясно осознаем, что в мире всегда найдутся люди с неукротимой жаждой власти. И для того, чтобы удовлетворить свои амбиции, они готовы на все. Все средства хороши. Человеколюбие, доброта – все это отодвигается в сторону и остается жестокость. Еще одна мысль, которую хочет донести до нас Уильям Голдинг – это то, что в каждом человеке сидит зверь. В каждом человеке есть потаенные темные уголки души, но в то же время от каждого человека зависит, как он будет с этим работать, справляться и захочет ли справляться. То есть можно подкармливать в себе этого зверя, растить его и успешно вырастить, а можно бороться с ним, минимизировать его и загнать в самую глубину души. То есть работа над собой, осознание своей человеческой сущности, осознание необходимости духовного развития – это то, о чем этот роман, но в совершенно удивительной, увлекательной, неожиданной форме. И главный вывод, который делает писатель – это вывод о том, что для того, чтобы наш мир продолжал существовать, в нем должно быть больше человеколюбия, тепла и любви друг к другу. Из глаз у Ральфа брызнули слезы. Его отрисло от рыданий. Он не стал им противиться. Впервые с тех пор, как оказался на этом острове, он дал себе волю. Заразившись от него, другие дети тоже зашлись от плача. И стоя среди них, грязный, косматый, с неутертым носом, Ральф рыдал над прежней невинностью, над тем, как темна человеческая душа, над тем, как переворачивался тогда на лету верный, мудрый друг по прозвищу Хрюша. И я очень рекомендую прочесть этот роман и подросткам, и молодым людям, и взрослым, и зрелым. Потому что те вопросы, которые он поднимает, это вечные вопросы и основополагающие вопросы нашей жизни.